такой псевдопрудик похожий на лужу ребят всем привет у меня сегодня для вас очень хорошие новости прямо мега крутые если у тебя какие-то сложности в жизни обязательно посмотри это видео и ты поймешь что все намного лучше и так новость она одна но она самая главная все отлично сейчас объясню почему и что это значит у каждого из нас есть проблемы если бы не эти проблемы то все было бы зашибись так ведь в этой фразе все и тут есть два момента первое что будет как мы будем жить если у нас не будет этих проблем правда ли нам будет зашибись так как мы об этом мечтаем и второе так ли действительно у нас портится жизнь из-за этих проблем может быть на самом деле проблемы не особо это и проблемы это мы сами их как бы наделяем вот этой вот важностью вот об этом собственно и нужно поговорить потому что если вы начнете изучать этот вопрос что касается радости жизни вот я топлю за радость жизни и за счастье потому что мы настолько стали далеки от этого и сами же от этого и мучаемся то есть мы придумали iphone илона маска который взлетел в небо и придумал теслу и вот это вот все да вот эти большие дома электричество там какое-то вся фигня мы уже все придумали мы уже собачек стрижем мы всякой ход хуйней занимаемся мы покупаем дорогую всякую шляпу которая там ну нужна ли она нам особо сильно то есть мы себя как-то загнали вот такую ситуацию которая нам же и портит жизнь я не против покупать дорогие вещи как раз наоборот за то чтобы покупать дорогие вещи и от этого получать удовольствие потому что это то есть не надо париться просирать бабло ну блин не не просирать а тратить на то что тебе нравится вообще не надо это кстати еще одна очень мощная тема для ролика не надо париться тратить на себя деньги потому что это это правильно это прикольно это круто это доставляет удовольствие а то что доставляет удовольствие то ценно ребятки вот и проблема в том что у нас проблемы у нас проблемы которые в большинстве своем на ровном месте пошел дождик проблема не не проблема ой извините перепутал нихуя не проблема камушки смотрите как здесь лужица глубокая можно руки помыть лицо помыть еще что-нибудь камушек и так вот самое важное что я считаю мне нужно до вас донести блин вот кстати о проблемах взял рекордер с собой записать звук взял петлю записать звук рекордер заряжен чтобы записать звук а вот карта памяти карта памяти блять сами знаете где ходит девчонка там чё-то надо было подбежать спросить ты что здесь делаешь вот такая вот у меня проблема пишу в общем-то без звука на встроенный микрофон будет задувать ветер я далеко от него нахожусь я думаю меня будет слышно сейчас я на шпагат встану чтобы быть ближе как жан-клауди ван дейм и так ребята наши проблемы большинство наших проблем это вообще не проблемы вот меня смотрят в основ взрослые люди ну которые там 30 плюс в основном чаще я уверен что у тебя в твоей жизни за твои 30 лет сто процентов были проблемы которые мешают тебе жить но ведь были же конечно были а если там 35 40 то блять я думаю у тебя там головняка было до жопы и вот давай вспомним вот был головняк ну там какие-то проблемы было то что тебе не дает просто расслабить булки посмотреть на небо вот так вот на всю эту хуйню и сказать как круто блин кайф то какой класс и и с легким сердцем легко кайфово красиво жить дальше вот что тебе мешало это делать какие-то твои проблемки давай теперь подумаем а что это были за проблемки насколько они были серьезные до обычные ничего серьезного не было обычные какие-то там вот такие вот жизненные какие-то вот такие нюансики не то чтобы это были именно проблемы а это была какая-то легкая такая мороз такая на наш вот на речке на прудике на озерце слегка моросит так чуть-чуть это не что это не проблемы у тебя были а были вот такие вот небольшие шероховатости то есть получается если это так а это так я уверен что это были не особо серьезные проблемы просто какие-то житейские рабочие какие-то вот эти вот нюанс нюансы да и они что должны тебе портить жизнь они должны как-то высасывать из тебя какую-то энергию жизненную что ли или что ты должен страдать из-за них да не да нет ты вообще не должен страдать этого это ерунда полная где-то может быть там не хватает денег на что-то где-то дома может не особо хорошо какие-то разговоры неприятные на работе там что-то вот все такое обычное у всех у нас примерно одна и та же фигня ребят я хожу вот по этому всему барагозу и колхозу только потому что вот потому что я не могу писать на петлю сейчас и тут хотя бы меньше ветра мне хотелось бы как-то вдоль канала пройти но там все-таки дует побольше лет дует так вот большинство наших геморроев они ни о чем они реально ни о чем сложностей нету но мы не умеем радоваться жизни мы не умеем кайфовать как-то жить с улыбкой на лице вот посмотрите вот люди которые ходят по улицам посмотри как они одеты и как они одеты это опять же вот из того из последних роликов это ладно то что все в черном ходят мало кто позволяет себе одеваться как это посветлее порадостнее мне кстати тоже нравится черный цвет но я все-таки хочу в него вносить какие-то там типа знаете чтобы вот на кроссовках была белая там какая-то фигня где у меня о надпись пума или белая полосочка или еще какая-нибудь я себе на самом деле хотел другого цвета даже куртку купить но мне почему-то как-то понравилось пока показалось что мне больше идет такой свет более строгий ладно это одно теперь другое с какими лицами люди ходят кто ходит с таким спокойным расслабленным ебалом кто ходит с улыбкой на лице кто ходит вообще как-то не вот с таким вот угрюмым еблом типом я знаю что вы там все думаете блин вот такие же в основном ходят никто там не ходит с таким лицом как будто у него все получилось никто вообще ну понятно что ни у кого ничего не получилось поэтому все ходят с такими лицами что ни у кого ничего не получилось ну блять может это как бы взаимосвязанная такая тема как знаете мышление делает человека и человек делает мышление оно все как это обоюдо такое обоюдно работающие то есть если ты хочешь быть смелым но ты трус тебе нужно становиться смелым не то есть себя сначала накачать чем-то там мышцами знаниями знакомствами связями и после этого ты можешь ходить вот так вот типа хлеб то ты можешь и без этого начать уже ходить ага ебта и тебя это тоже уже начнет немножко подпитывать ты уже будешь более уверенным более смелым более таким чекана с боем так вот насчет проблем уже забыл о чем говорю потому что такое ощущение что я об этом говорю уже постоянно но блин наверное я и буду об этом постоянно говорить потому что мне хочется чтобы как можно больше людей так вот насчет проблем да нет у тебя особых проблем это просто такая вот часть жизни что нужно нам здесь как-то преодолевать некие такие сложности бытовые хозяйственные трудовые внутренние эмоциональные здесь вот мы пришли в этот мир чтобы чему-то научиться как одна из версий даже если она не совсем такая то она все равно очень очень подходит в ней что то есть учись жизни продолжает это будет идти всю жизнь до самых последних твоих секунд то есть это нормально это не сложности это не проблемы это и есть сама жизнь и достаточно к ней поменять отношения и все будет офигенно все будет очень хорошо поэтому то что у тебя какие-то сложности это нормально и правильно и все хорошо вот я как это уже говорил что все хорошо все очень очень хорошо так так надеюсь правильно прочитал все зашибись дружище не надо ходить ухты мышка у нихера себе записывал ролик и встретил мышь те кто видел один из моих последних роликов на основном канале я ссылочку оставлю в описании как мы с саней таксером ездили в москву и с нашими детьми со с нашими старшими детьми его сын был мой сын ну и мы там погуляли походили и там вы видели момент как я встретился с парнем его зовут мирай мира есть ты смотришь привет тебе мирай он мой так скажем духовный родственник он крестный отец моих детей мировой человек человек земли человек планеты человек вселенной и мы с ним ведем регулярно всякие духовные такие беседы о смысле жизни чем-то вот таком высоком рекомендую вам тоже этим заниматься этим интересоваться потому что это очень помогает в жизни вот и вот мы сегодня как раз тоже общались но в москве живет подмосковье и мы через telegram общаемся кстати оставлю ссылку на его канал у него telegram канал и он там говорит всякие очень ну рассказывает пишет очень важные вещи про правильное питание но не просто как диету а он там объясняет много интересного про какие-то ну важные духовные вещи кстати питание тоже связано с духовным ростом так скажем ну или просто с каким-то отношением жизни это все взаимосвязано ребята поэтому я оставлю ссылку на его telegram канал обязательно подпишитесь буду камеру держать поближе к себе потому что летает самолет как всегда и дует ветер чтобы меня хоть немного было слышно и вот мы сегодня разговаривали о наших а человеческих установках просто если ты ну как то вот так получилось что родители сами того не осознавая заложили в тебя то что жить тяжело жить трудно в жизни много сложностей деньги зарабатываются тяжело семейная жизнь это вот тайком измены это зарплату жене на стол это штамп в паспорте это отпуск раз в неделю и прочая хуйня вот вот так вот это все представлено то то и жить хуёво жить тяжело жить не в кайф вот с такими вот установками может быть вы видели в интернете еще ходит где-то вот по telegram каналам по ватсап каналам или где-то на ю тубе ходит такой маленький маленький ролик типа смешной как сидит какой-то ребенок не знаю лет шесть семь восемь за рулем он газель ведет или может быть сидит на коленях у кого-то я так и не понял и вот он едет рулит и ведет себя так как он видел что ведь ведет себя может его папа дедушка брат или кто-то и он сидит руль и так и вот короче вот так вот какой он видит перед собой пример так он и живет так он все и повторяет блин хер пройдешь лужа придется такую мощную лужу такой прудик озеро пройти вот здесь и какие у нас с вами установки по жизни а вот такие они у нас есть еще вот мое поколение да вот люди которым сейчас в районе 40 да даже те кто в районе 30 вполне возможно то же самое не те кто вот в 90-х начали вот так вот половозрело как-то жить ну типа полу самостоятельно или как типа якобы чуть ли ну взрослеть в общем начали какие у нас были установки вот такие были о которых я сейчас говорил до этого и как ты будешь воспринимать жизнь с такими установками вот так и воспринимаешь а представляете как легко и классно живется человеку у которого нет вот этих вот крючков и пробок внутри себя дождь усиливается надо одевать капюшон я наверное буду заканчивать этот ролик вот на этом таком спуске к воде там пару уточек плавать наверное чувак с бабой и скажу вам так ребята что давайте улучшать свою жизнь именно внутри себя именно вот ее улучшать вот вот там сначала потому что вот здесь вот вокруг вот здесь здесь она как было так есть так и будет здесь все нормально природа все регулирует нормально естественным образом она сама с собой разберется как в каком-то там ролик я видел планета земля без нас нормально жила и жить будет без нас ей будет намного пище чем с нами но даже пускай немножко не так но какая разница вообще речь не об этом тебе нужно наладить свою жизнь а наладить ее ты сможешь только самостоятельно и тебе не нужны для этого какие-то обстоятельства тебе не нужно для этого что-то дополнительно у тебя все есть вот такая мысль если понравилось ставь лайкосик подписывайся на все на свете на этот канал на основной канал на инстаграм и на группу вконтакте обязательно подпишись поддержи меня все ссылки в описании погода портится пойду в сторону дома наверное уже братва всем пока